Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В Самарской области более 2000 обманутым дольщикам восстановили права в прошлом году. Ситуацию обсудили губернатор Дмитрий Азаров и уполномоченный по правам человека Ольга Гольцова. Ситуация с подключением тепла в соцобъектах на контроле городских властей. Кому и как возвращают отопление, обсудили в профильном департаменте. Благодарственные письма и почетные знаки за заслуги воспитания детей получили многодетные семьи, в которых воспитываются родные и приемные дети. Награды вручили глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. В Самаре продолжается ремонт Зубчининовского шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Какой объем работ уже выполнен? В областной столице вспомнили журналистов, которые ушли из жизни. Поминальная служба прошла в Троице-Сергиевом храме. Они живы, пока о них помнят. В Самаре открыли аллею героев в память об участниках СВО. Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гольцовой. Обсудили вопросы, с которыми жители чаще всего обращаются за помощью к омбудсмену. Ольга Гольцова отметила работу по решению проблем обманутых дольщиков в регионе. В прошлом году из реестра проблемных удалось исключить 16 многоквартирных домов и восстановить права 2113 дольщиков. Региональные власти совместно с правоохранительными органами помогают получить положенные компенсации дольщикам, исключенных из Федерального реестра проблемных объектов, там, где требуется судебное решение. В ходе встречи отдельно обсуждался вопрос оказания помощи участникам специальной военной операции и членам семьи военнослужащих. В регионе такие обращения отрабатываются властями всех уровней и региональным отделением Государственного фонда «Защитники Отечества». В социальных учреждениях Самары возобновили подачу тепла из-за похолодания. Отопление включают с 11 мая в школах, детских садах и больницах. Соответствующее решение было принято администрацией города в конце прошлой недели. Ресурсоснабжающая организация также проинформировала о том, что оборудование в зданиях должно быть подготовлено к приему тепла. Подключение идет в штатном режиме. К сегодняшнему дню отапливаются те учреждения социальной сферы, откуда поступили соответствующие заявки. В общей сложности подключение выполнено на 47%. Накануне тепло пришло в 209 учреждений. Работы продолжаются. Процесс подключения объектов к теплу обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Его провел заместитель главы Самары, руководитель департамента Александр Андрианов. Стоит учитывать, что перед ухудшением погодных условий в Самаре началась перекладка тепловых сетей. В работе уже находятся 19 участков из 24. На остальных старт ремонта запланирован к концу мая. На всех обновляемых объектах предусмотрено устройство временных трубопроводов, чтобы подача горячей воды потребителям не прекращалась. Напомним, что из-за неблагоприятной погоды и необходимости временного возобновления подачи отопления будут скорректированы сроки проведения текущего ремонта второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ и верхней зоны Безымянской отопительной котельной. В Самаре чествовали многодетные семьи. Праздник приурочен к Международному дню семьи, который отмечают в мире 15 мая. В торжественном мероприятии приняла участие глава города Елена Лапушкина. Подробности в нашем сюжете. Семьи, собравшиеся сегодня в зале филармонии с такими разными судьбами и историями, объединяет одно – бесконечная любовь к детям. В Самаре чествовали многодетные семьи, воспитывающие родных и приемных детей. У Зинаиды Джураевой 11 родных детей, старшему 16 лет, младшему 8 месяцев. Сейчас Зинаида ждет 12-го ребенка. Говорит, иначе свою жизнь и не представляет. Это так получилось. Так получилось, как говорится. Я не знаю. Ну, как говорится, кому-то его дает, надо брать. Я желаю, чтобы у всех были дети, самое главное. Это дети – это счастье. Праздник был приурочен ко дню семьи. В торжественном мероприятии приняла участие глава города Елена Лапушкина. Она вручила благодарственные письма и подарки четырем семьям, в которых воспитываются родные и приемные дети. Сейчас для всех уровней власти семейная политика является основополагающим. Строятся новые детские сады и школы. Развивается здравоохранение. Безусловно, оказывается материальная и социальная помощь семьям. И мы будем с радостью это продолжать делать. Дорогие мои друзья, я всем вам желаю радости и добра. Я желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили тепло, уют и любовь. Пусть в ваших семьях звучит детский смех. Ну, а мы будем стараться для вас. Благодарственное письмо из рук главы города получила и Наталья Кожаева. За свою жизнь она усыновила 18 детей. Некоторые уже выросли, сейчас в семье воспитывают 10 детей, в том числе и 15-летнюю Аделину. Мне дети очень помогают. Аделина вообще это просто моя опора, правая рука, правая нога. Я не знаю, она прям видит уже, когда мама устала, она подойдет, может сделать массаж или сказать, мама, где отдохни, я приготовлю ужин. Признание – это всегда очень важно и очень приятно, потому что наш труд, он тяжелый, много всего бывает в жизни, да, и, в общем-то, это как бы свидетельство оценки нашего труда. Председатель Самарской думы Алексей Дегтев также вручил благодарственные письма трём многодетным семьям. Семья – это и детский сад в жизни ребёнка, воспитателей, нянечек. Семья – это большая школа, семья – это служба в вооружённых силах, семья – это большое производство. Но главное – это отеческий дом, где папа, мама, братья, сестры, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, дяди и тёти – это было и есть нашей главной ценностью. Ещё пять самарских семей получили почётные знаки городского округа Самара за заслуги в воспитании детей. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В Самаре продолжаются работы по обновлению дорог на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Минувшей ночью стартовал самый трудоёмкий этап в рамках ремонта Зубчининовского шоссе. Подрядчики приступили к укладке нового покрытия проезжей части на путепроводе, соединяющем шоссе и улицу Физкультурную. За работами следили специалисты и общественники. Подробнее в нашем сюжете. Прохладную ночь дорожным работам охладиться не получится. Температура свежего асфальта при укладке выше 160 градусов. Устройство нового покрытия проводят на путепроводе, которые соединяют улицу Физкультурную и Зубчининовское шоссе. Ремонт выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Шоссе приведут в порядок большими картами свыше 100 погонных метров. За ночь уложили 4000 квадратных метров асфальта. Подрядчики производят работы смесью с повышенной устойчивостью к нагрузкам и температурной стойкостью, как к жаре, так и к холоду. Укладываемая асфальтобетонная смесь поможет нам справиться с этой нагрузкой и оставить дорогу в надлежащем состоянии. Данная смесь является одной из технологичных. Это ШМА-16 ПБВ. Опыт укладки данной асфальтобетонной смеси у нашей компании имеется уже не первый год. Поэтому я думаю, что данный участок дороги будет нести хорошее впечатление всем водителям нашего города. Укладку нового асфальта решили начать именно со стороны путепровода, поскольку здесь сильнее износился асфальт. А на основном участке шоссе большую часть неровности удалось исправить уже на этапе фрезерования. В дальнейшем новое покрытие появится на всем протяжении – от улицы Физкультурной до Аэропортовского шоссе. В нормативное состояние приведут 3 километра 750 метров автодороги, включая также развязку под путепроводом. Все работы проходят под контролем Департамента городского хозяйства и экологии и его подведомственного муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». Специалисты проверяют соблюдение всех нормативов. Проверяем ровность, поперечные и продольные уклоны на участках, а также чтобы были установлены смотровые ливневые колодцы в отметку верхнего слоя покрытия. Происходит периодический отбор асфальтобетонных смесей в процессе укладки, которые доставляются в лабораторию в дорожное хозяйство для испытаний последующих. Также после завершения укладки покрытия отбираются пробы из асфальтобетонного покрытия уже уложенного, что также проверяем в лаборатории. За ремонтными работами наблюдают и общественники. Жители восточного поселка Кировского района рады, что дорога к ним станет более комфортной. Из-за неровностей на шоссе часто возникали пробки и заторы. Также дорога ведет к большому количеству социальных учреждений, поэтому и пользуются особой популярностью. Детские сады понятно, школа 80-х стоит полторы тысячи детей. Естественно, тоже родители привозят на машинах и транспорт общественный у нас ходит здесь и под мостом, и по мосту. Ну и медицинские учреждения, поликлиники у нас в восточном поселке так все автономно. Поэтому здесь у нас все нуждаемся в транспорте, в дороге. Кроме того, в рамках ремонта по нацпроекту на путепроводе уделят внимание деформационным швам, сделают проезд по стыкам более плавным. Под путепроводом укрепят основание дороги. На основном участке Зубчининовского шоссе, где отсутствует бортовой камень, обустроят обочину с помощью асфальтобетонной крошки и обеспечат возможность для оттока воды с дороги. А также появится возможность для парковочных маневров. Чтобы минимизировать неудобства, основные работы подрядчик организует по ночам. Полностью движение не перекрывается, оно сохраняется по свободным полосам. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В Самаре начались работы по покосу травы. Общая площадь территорий, которые приведут в порядок, составляет около 2300 гектаров. Подробности расскажет наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Все как по линеечке. В Самаре начались работы по покосу травы. Аккуратный вид передадут газонам в парках, скверах, бульварах, на набережной и участках уличнодорожной сети, что составляет около 500 гектаров. Работами также охватят территории внутригородских районов. Это примерно 1800 гектаров. Хотя погода, опять же, очень неблагоприятная для культурных растений, но наши дорогие дуванчики, они выдерживают все, растут очень интенсивно, поэтому по козу все муниципальные предприятия начали. Газоны начинают стричь, когда высота травы достигает около 20 сантиметров. Скашивают такую растительность до 3-5. Работы выполняются при помощи газонокосилок и бензотриммеров. С мая по октябрь одни и те же территории могут охватывать работами несколько раз. Число покосов будет зависеть от погодных условий. В случае с наступлением достаточно теплых погодных температур и осадков, в принципе, трава успеет вырасти еще разок. В течение месяца, возможно, покос при концу месяца еще второй начнется. Это все зависит от складывающихся погодных условий. Покос нужен не только для облагораживания территорий, но и для удаления сорняков и аллергенных трав. Жители города отмечают важность такой работы. Это совершенно необходимо для того, чтобы аккуратно выглядели газон, для того, чтобы не развивались эти желтенькие одуванчики, которые очень мусор такой достаточно опасный для сада. Ну и чтобы был опрятный город, конечно. Это значит, город проявляет заботу о людях. После стрижки газона траву собирают и вывозят на полигон для утилизации в течение суток. На совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии было поручено усидеть темпы актуальных работ. Особенно это относится к муниципальным учреждениям внутригородских районов. Качество выполненной работы на участках уличной дорожной сети контролирует МБУ «Дорожное хозяйство» во внутригородских районах соответствующей администрации. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События. Они живы, пока о них помнят. В Самаре открыли аллею героев в память об участниках СВО. Их жены и дети лично поучаствовали в высадке деревьев. Что посадили и какой еще памятный монумент теперь есть в Самаре, узнала Полина Чулькова. Дерево – символ жизни и связи поколений. Память о погибших на СВО бойцах и о тех, кто сейчас находится на огненных рубежах, увековечили в Самаре. В сквере Санфирова и жены и дети бойцов высадили аллею героев – 10 молодых либ. Нам хочется для наших поколений оставить память о наших героях и сказать, что Россия никогда не забывает своих защитников. Здесь мы отмечаем, помним, вспоминаем, преклоняемся перед теми ребятами, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, которые защищают свою отчизну, восхищаемся их доблестью, их отвагой. Муж Юлии Ибрадимовой – военнослужащий. Погиб на территории Донецкой Республики два года назад. Сегодня она вместе с детьми приняла участие в высадке ЛИП. В самые трудные и печальные моменты нашей жизни, как бы нам не было больно и горько, мы всегда должны находить время и возможности для добрых дел. И сегодняшнее мероприятие – это как раз такой способ одновременно почтить память и посеять в наших детях, в подрастающем поколении, именно зерно того, что мы не должны опускать руки. В сквере также открыли памятный монумент в память о бойцах. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. Сегодня в Самаре вспоминали журналистов, которых с нами уже нет. Богослужение прошло в Троице-Сергиевом храме. Вспомнить коллег собрались члены Самарского отделения Союза журналистов России, представители средств массовой информации, студенты и преподаватели профильных факультетов. Подробности в нашем сюжете. Они посвятили жизнь журналистике и остались в истории профессии благодаря ярким заголовкам, сюжетам, статьям и воспоминаниям коллег. В Самаре прошел день поминовения журналистов, ушедших из жизни. Богослужение состоялось в Троице-Сергиевом храме. Радость и величие того служения, которым вы занимаетесь, состоит в том, что вы сейчас пишите историю, которая совершается. Эта история наполнена божественной благодатью, она наполнена божественным призывом. Вспомнить своих коллег пришли работники СМИ, члены Союза журналистов, студенты журфака. Мы помним, мы продолжаем это дело, и нельзя забывать, потому что это наша история и то, что мы должны передавать потомкам, а потомки – следующим. Вспоминать на Радоницу ушедших коллег-журналистов – традиция, которой почти 30 лет. У ее истоков стоит Самарское отделение Союза журналистов России. На сегодняшний день в скорбном списке Союза журналистов – 532 имени. С каждым годом их становится больше. Для меня всегда это очень волнительный день, честно скажу. И вот я ехала сюда, и у меня вот такой образ – это горящая свеча. Пока свеча горит, мы помним о тех людях, которые были. И эта память помогает нам, живущим сегодня. И это очень важно, и я надеюсь, что вот эта наша традиция, наша свеча, она будет гореть всегда. Весной Самарское отделение Союза журналистов России запустило новый проект под названием «Профессия журналист». Это истории о жизни ярких представителей самарской журналистики, рассказанные студентам, действующими околами пера. В планах еще один проект – книга о персоналиях и журналистских династиях региона. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Далее, коротко о других темах дня. Банки, микрофинансовые организации и коллекторы теперь должны обеспечивать ведение аудиозаписи разговоров при личных встречах, автоматическую аудиозапись телефонных разговоров и переговоров с использованием автоответчика. Приказ вступает в силу 1 сентября и будет действовать 6 лет – до 31 августа 2030 года. Кроме того, аудиозаписи всех разговоров с должником или его представителем должны храниться не менее трех лет. Также сохраняются отправленные в интернете переписка, голосовые и иные сообщения. Регулировать маркетплейсы будет отдельный закон. Концепцию документа подготовила Федеральная антимонопольная служба. Нормы, в частности, должны предусматривать определение участников рынка, требования к заключению и исполнению договора. Также следует сформировать меры, касающиеся владельцев онлайн-площадок. Их обяжут контролировать заявленную информацию о товарах. При этом, как отметили в ведомстве, регулирование должно учитывать специфику онлайн-площадок как владельцев информационного ресурса, который обеспечивает взаимодействие сторон. В Госдуме рассматривают возможность введения закона о маркировке контента, созданного с помощью нейросетей. По словам депутатов, в интернете стало слишком много информации, которая создается с помощью ботов, алгоритмов и других инструментов. Поэтому становится трудно определить ее достоверность. В Самарском дворце ветеранов состоялось торжественное мероприятие «Эхо Победы в наших сердцах», посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей праздника подготовили концертную программу и выставку артефактов. Подробнее расскажет наша съемочная группа. В Самарском дворце ветеранов отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В числе почетных гостей праздника ветеран Николай Яковлевич Фомин. В этом году он отмечает юбилей – 100 лет. Николай Яковлевич родился в Алтайском крае, был старшим ребенком многодетной семьи. Когда началась война, прошел ускоренный курс бойца в учебке и отправился на фронт. Участвовал в освобождении Белоруссии и европейских стран от немецких захватчиков. Брал Берлин. Там и встретил Победу в мае 1945 года. Зашли на территорию Германии, прямо под Берлин, до около реки Одер. Пророль обороны там нашли. И зашли в Берлин с боями. В рамках праздничного мероприятия во Дворце ветеранов организовали выставку вооружений времен Великой Отечественной войны. Представлено несколько программных мероприятий. Одним из них являются выставки. Выставки вооружений времен Великой Отечественной войны. Вооружения, которые используются сегодня современными защитниками Отечества в зоне специальной военной операции. Отдельно представлены экспонаты из нашего музея культуры и искусства Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Связанные с тем, как Куйбышев и куйбышевцы встречали победителей уже после 9 мая. После Дня Победы в 1945 году. Пистолет-пулемет. Прообраз автомата. Тогда он так назывался пистолет-пулемет. ВПШ. С которым наши бойцы прошли всю войну. С самой первой до последнего дня. Он был самым главным оружием нашего солдата. Гостям праздника представили не только вооружение, но и обмундирование. Я сейчас одет в парадно-повседневную форму Великой Отечественной войны. Почему парадно-повседневную? Потому что фуражка и, так скажем, шаровар или галифе, как тогда говорили, то есть они как бы с цветными элементами, а все остальное защитного цвета, так как в годы войны главной была маскировка, чтобы противник не мог на расстоянии вычислить, где солдат, где офицер. Поэтому это было всегда важно. И в годы войны знаки различий, они все были такие защитные. То есть и фуражки защитные, полевые, и пилотки, и каски, и все, что представлено у нас. Ну а когда наступила победа, естественно, всем надо было выглядеть празднично, великолепно. В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы Самары. Победители конкурса никто не забыт. Главное во всем этом, чтобы история о Великой Отечественной войне, которую сейчас наши враги, будем прямо их так называть, искажают и всячески принижают роль советского народа в достижении Великой этой победы, мы должны сохранять историческую память об этих событиях, о подвиге советского народа, как на фронтах Великой Отечественной войны, так и в тылу. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Великой Отечественной войне Демобилизованным участникам СВО электронный сертификат оформляется автоматически по факту установленной инвалидности. Учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, впервые могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду жилья, информирует телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Новая мера, разработанная администрацией Самары, позволит привлечь молодых педагогов в образовательные организации областного центра. Компенсационная выплата носит заявительный характер и предоставляется в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 тысяч рублей. Для оформления выплаты за регистрированным в Самаре учителям можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. На стадионе «Нефтяник» прошел праздник футбола. Состоялся районный этап федеральных соревнований «Кожаный мяч». Команды из семи районных школ собрались вместе, чтобы показать свое мастерство и побороться за победу, которая является билетом на городской этап турнира. После напряженной борьбы, которая привела к серии пенальти, победу в младшей группе завоевала команда школы номер 129. На втором и третьем местах расположились школы номер 24 и 55. Победу в старшей группе одержала команда школы номер 74. Школа номер 105 заняла второе место. Третье досталось команде школы номер 55. Телеграм-канал Куйбышевского района поздравляет победителей и желает удачи на городском этапе турнира, который состоится 16 мая в парке имени Юрия Гагарина. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»